Данными о назначении пенсии страны, страны ЕАЭС будут обмениваться в режиме онлайн. Все выплаты и сбор информации теперь будут проходить в электронном формате. Подобная инициатива стала очередным шагом в сфере глобальной цифровизации. Вскоре казахстанцы, живущие за рубежом, забудут об обязательных бюрократических процедурах. Все данные будут храниться в компьютере и при необходимости специалисту достаточно будет одного нажатия клавиши, чтобы собрать необходимую информацию. Какие еще перспективы и инициативы? ЕАЭС – материал нашего корреспондента Дмитрия Лукши. Стереотип о том, что компьютеры-пенсионеры – понятие несовместимое, теперь может уйти в прошлое. Именно диктующие моду новейшие цифровые технологии сегодня облегчают жизнь представителям старшего поколения. По крайней мере, проработавшим долгое время за рубежом, теперь не придется проводить долгие часы в очередях при оформлении пенсии. Вся трудовая история человека, проработавшего в странах ЕАЭС, будет храниться в компьютере в цифровом формате. Это технологии 21 века, к которым мы должны идти. В целом, одним из основных коньков и драйвером развития экономик наших государств может стать использование высоких технологий, автоматизация средств производства, использование самых современных методов ведения бизнеса, осуществления взаимосвязи органов государственной власти. Ранее для права засчитать трудовой стаж, полученный в другом государстве, требовалось время, а порой и деньги. Сложный сбор бумаг и справок, почтовая корреспонденция порой доходила и до вынужденных поездок в страну, где выходящий на заслуженный отдых зарабатывал трудовой стаж. Сегодня вся эта информация будет храниться в специализированной базе данных. Кроме того, ЕАЭК занимается разработкой проекта, который поможет резидентам находить работу за рубежом. За основу взята инициатива Казахстана по созданию Евразийской электронной биржи труда. Безусловно, затраты будут, но одновременно мы высвободим очень много рабочей силы. Мы высвободим работников, если предположим, при назначении пенсии мог сидеть целый отдел, который один обращается в Киргизию и пишет, другой обращается в Россию и пишет. То сейчас может сидеть один человек и выходить в базу той или иной республики и быстро решать проблемы. Даже с этой точки зрения количество занятой рабочей силы в этой сфере будет сокращаться. Уже в ближайшие месяцы цифра может прочно войти в пространство ЕАЭС. Вслед за пенсионерами специалисты планируют взяться и за молодые кадры. Прорабатывается запуск ресурса, который будет в режиме онлайн проверять и сканировать дипломы о высшем образовании, выданное в странах ЕАЭС, и это позволит работодателям избежать рисков получить в штат некомпетентных сотрудников.